здравствуйте уважаемые друзья по вашей просьбе мы сейчас свяжем мушку на которую реагирует не только хариус но и практически любая другая белая рыба круглый год вязать я как всегда буду вот на таком крючке если у вас допустим нет я показал форму это тимка 200r или вот как у фирмы strike они обязательно должны быть вот такой формы как написано хоппер хок гружать я ничем не буду так как у нас мушка достаточно и так будет огружена и учитывая то что 16 номер желательно 16 18 14 в зависимости от того какая рыба величиной как говорится отсеиваем мелочь нить я беру тонкую своего производства то есть мне сложно вам будет сказать считайте 002 закрепил на серединке нашего цевья совсем немножечко как всегда добавляя клей так как нить имеет особенность скользить по металлу чтобы уже наверняка она у меня закрепилась и буквально совсем-совсем немножечко промотали не доходим до загиба удаляем остатки добавляем еще немножечко клея и крепим оставшиеся элементы тело мы будем с вами сегментировать как я уже неоднократно показывал это материал похожий на юнифлос поэтому люрекс крепкий можно использовать леску можно использовать любой другой материал закрепили в одной точке чтобы десять раз не обматывать не проматывать будем крепить оставшиеся элементы я беру совсем немножечко материала это синтетическая пряжа чем-то напоминающая искусственный шелк закреплю ее буквально здесь у загиба одним оборотом и подготовил обыкновенная тоже такая же ровница но черного цвета мы с вами будем немножко плести нашу мушку все материалы желательно крепить по длине нашего тела для того чтобы у нас тело не было буграми также подхватили черный и теперь совсем немножко нанесем клей и промотаем нашу конструкцию до середины загиба крючка вот приблизительно до этой точки будет вполне достаточно учитывая то что нам надо изготовить тело чтобы подложка была у меня светлая я беру и здесь же закреплю белую нить вспомогательная которой я буду проматывать и изготавливать тело большими вот такими витками я дохожу до места крепления шариков остатки отрезаю нить удаляю чтобы мне не мешало ну и естественно подровняем у шарика нашу пряжу которая осталась и будут нам с вами мешать и аккуратно сформируем не доходя до шарика буквально один миллиметр чтобы можно было между шариками потом нам примотать перо сформируем коническое тело изготовили с вами коническое тело и теперь есть несколько вариантов изготовления этой мушки можно так как я изготавливал осу переплетать наши пряди но я покажу для вас самый быстрый и самый простой способ изготовление тело для того чтобы имитировать окраску нашей осы слегка нанесем лака на наше тело и теперь ровным шагом так чтобы у нас не было бугорков черной нашей ровницей сформируем тело дойдем аккуратно также где заканчивается белое не доходя до шарика мы остановимся закрепили нашу нить отрежали остатки черной пряжи и теперь я беру мою золотистую пряжу ставлю опять крючок в удобное для себя положение и у загиба я выполняю один полный виток следим за тем чтобы наши пряди не расходились и вот такими равными витками мы с вами произведем обмотку по телу сразу объясню это самый самый простой тот который вариант можно изготовить на коленке так как вы просили более такой элегантный изысканный вид делается немножко по-другому но скажу сразу от величины крючка рыбе никогда рассматривать как она выполнена ей надо кушать поэтому этот вариант тоже уловист и пока еще проблем с ним не было теперь нам остается с вами сделать небольшой узелок так как будем обматывать с вами люрексом и нам самое основное это то что для вас может будет составлять трудность это сейчас попасть в те промежутки черного которые у нас остались так чтобы мы не заходили на нашу желтую пряжу хотя бы приблизительно то есть это большого значения не будут играть но вот так будет достаточно и возле шарика делаем один полный оборот и закрепим теперь окончательно наш материал есть если у вас имеется вот такой допустим клей или гелевый клей точно такого же производителя можете использовать но учитывая то что вы просили чтобы мы изготовили мушку из доступных материалов я беру как обычно вот такой лак в крайнем случае друзья это так на две-три поклевки и пока нет морозов можно использовать лак для ногтей или же цапон лак но лучше конечно использовать вот такой лак который лак клей глубокого проникновения и я буквально вот так аккуратно чтобы не было наплыву капнул немножко нашего лака остатки сразу убираем потому что они послужат нам дурную славу и теперь подождем пока окончательно наш лак высохнет немножко подсохла наше тело но как вы видите еще до конца она не высохла то есть только сверху прихватилась пленка когда полностью все это высохнет тело будет абсолютно прозрачным и цвета наши будут еще лучше играть я для того чтобы сейчас когда мы будем крепителями мент возле нашего возле нашей красной бусинки над не съехала эта бусинка я изначально закрепил вот перышко которым я буду выполнять обмотку это из горлышко курицы я вот так вот специально для себя оторвал и потом их использую можно использовать и скальпа петуха подберите так чтобы было по величине бородок согласно вашего крючка но лучше конечно чтобы это было перо мягенькая если нет ставьте жесткая тоже будет работать мушка это проверено нет сделайте как я изначально изготавливал это можно взять мех даббинговую петлю и изготовить спокойно ёршик теперь для того чтобы нам завершить окончательно грудку можно изготавливать используя перо павлина но учитывая то что у меня здесь толщина тела большая и место не позволяет много наматывать пера я буду использовать вот такой даббинг который заменяет нам нашего павлина возьмем как обычно промажем немножко клеем небольшую щепоточку для того чтобы не было у нас нагромождение материала и сильно не трамбуем наш материал так как ниткой мы его с вами будем подтягивать до необходимого количества так чтобы заполнить вот это пространство которое у нас между телом следим за тем чтобы тело пока не нарушили или дождаться окончательно как она уже будет готова грудка наша должна быть хотя бы наполовину толще нашего тела поэтому добавим еще немножечко вот так будет достаточно и обычная многие перекидывают через шарик я стараюсь не перекидывать лучше я отрежу и заново закреплю нить возле нашего перышка толщина нити мне позволяет поэтому сейчас я закреплю даббинг и нить поместь перевесим на место крепления нашего перышка переставили нить и теперь я беру с помощью нашего перодержателя наматываю между двумя бусинками небольшой вот такой ёршик буквально два-три оборота посмотрите по величине своего пера сколько у вас будет позволять совсем незначительный и теперь нам остается закрепить окончательно перо сделать завершающий узел сделали завершающий узел и и как вы видите вот такая мушка нимфочка которая тоже я использую в качестве разведки практически на всех водоемах готова к работе пробуйте с цветами с оттенками но вот в таком варианте она уже проверенная то есть можете повторить благодарю вас за внимание до скорых встреч